Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И это будет формат видео, наконец-то! Редко стали сейчас в последнее время на моём канале выходить видео. Всё чаще стримы, стримы. Стримлю я чаще. Кстати, хочу сказать, вдруг вы не видели, или там не получали уведомления, или не поняли. На моей основной странице на YouTube есть вкладка «Видео», где все видео, «Шортс», где все шортсы, и вкладка «Трансляции». Там сохраняются все записи трансляции. Если вы ещё об этом не знали, можете посмотреть все мои трансляции в записи. Там я тоже рассказываю истории о свиданиях, о знакомствах, о маньяках. В общем-то, переходите, кто не знает, можете смотреть видео. Записи стримов. Ну, а сегодняшнее видео – это такой разговорный формат. Формат история, формат мысли, размышления, рассуждения. Хочу вам рассказать сегодня историю о знакомствах. Всё, как вы любите в тематику моего канала. И немножко поразмыслить, поанализировать по этому поводу. Я на сайтах знакомств уже давно, ну не то, что не сижу, я там зарегистрирована, там моя анкета висит, но у меня вот просто, девочки, мальчики, нету никакого вообще желания даже туда заходить. Вот я зашла, попыталась с кем-то завязать переписку. Вроде бы так поначалу там, если что-то где-то завязано, потом затухает. То есть, понимаете, интереса не зарождается в переписке. Поэтому, соответственно, если не зарождается интереса в переписке, то и не возникнет желания встретиться с этим человеком вживую. Соответственно, до свидания, до встречи дело так и не дойдёт, а уж построить какие-либо там длительные отношения, так, ну, это и подавно, это что-то на грани фантастики. Сейчас в наше время познакомиться на сайте знакомств не то, что для отношений, просто там хотя бы там на 2-3 встречи пообщаться уже практически нереально. Те, у кого это получилось, это великое исключение из правил. И большинство тех людей, которые я предвижу сейчас, напишут мне в комментариях, я вышла замуж на сайте знакомств, я со своим мужем на мамбе познакомилась. Вы сначала ответьте на этот вопрос. Когда это было? 3 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Если 5-10 лет назад, то я вам хочу сказать, что ещё 5-10 лет назад ситуация на сайтах знакомств была намного лучше, намного проще, намного легче было познакомиться с кем-то. И я 5 лет назад чаще ходила на свидания, у меня как-то и веры больше в это было, и как-то и интереса, и одухотворение, там, предвкушение, там, встречи, там, с интересным человеком. Но с годами я просто видела, что это бесперспективно, что это пустая трата времени, которая ни к чему не приведёт. И я забила хрен на все эти виртуальные знакомства, на сайтах знакомств, потому что, ну, фуфло, вот полное фуфло, и бессмысленно. Ты просто вот общаешься с рандомным чужим незнакомым человеком, заставляешь через силу себя идти на эту встречу без интереса абсолютно, потому что этот человек тебе не понравился, у вас не возникло взаимного какого-то эмоционального контакта, связи, да. То есть, если бы тебе этот человек нравился, если бы у вас было какое-то интересное общение, и вы бы так были немножко поглощены друг другом, ты бы бежала бы на эту встречу с интересом. Ой, наконец-то я встречусь с Васей, наконец-то мы вживую увидимся, познакомимся. А так, когда интересы не возникло, ты такая, не хочу я идти на это свидание, опять толку от этого будет ноль, зря потраченное время, лучше я дома полежу сериалчик, сериальчик посмотрю, или там ленту в ТикТоке полистаю, или там книжку почитаю, что угодно, да. Но ведь так же. Поэтому с годами все меньше и меньше и меньше у меня интереса и энтузиазма к этим знакомствам стало в итоге. Вот. Исходя из этого, я поняла, что познакомиться с кем-то для отношений и в дальнейшем теоретически там создать семью, это практически неосуществимая мечта, несбывшаяся какая-то, несбываемая какая-то фантазия моя, да. Потому что, ну вот где мне знакомиться? Я всегда работала в женских коллективах. В торговле, если я работала, там кто, вообще я одна сидела, да, и там раз в день ко мне директор приезжала, зарплату забирала и уезжала. Это когда я в торговле была, вообще одна. Вот. Когда я работала в госструктурах, там был бабский коллектив, женский, прошу прощения, и тоже как бы толку ноль. Вот. Но сейчас, когда я работаю, можно сказать, сама на себя, я еще больше уменьшила себе шансы на то, чтобы с кем-то познакомиться. Потому что единственный мой социум – это отвезти ребенка в садик, привезти ребенка из садика и там пообщаться с вами в стриме, да. Ну, то есть я все свои шансы с кем-то встретиться и познакомиться свела к нулю. Ну, когда работаешь из дома, да, и, соответственно, исходя из этого, думаешь, блин, а где знакомиться, как не на сайтах знакомств? Ну, и на сайтах знакомств, вот я-то вам до этого рассказала, какая обстановка сухлая. Вот. И что в итоге? Что в итоге остается? Ну, я, как говорится, ну, не то, что прям забила херни, не то, что я прям там в каком-то упадке, в какой-то депрессии страдаю от этого. Нет, я не в активном поиске, я в пассивном поиске, да. Да, в пассивном поиске, ну, то есть если удастся с кем-то там волею судеб, да, познакомиться, пообщаться, я не против, я не буду против. А если нет, ну, я живу свою лучшую жизнь, я развиваю YouTube-канал, я общаюсь с подписчиками, у меня три канала, у меня YouTube-канал, у меня YouTube-канал, у меня YouTube-канал и у меня Telegram-канал. А это, ребятки, очень много работы, между прочим, вот, ну, то есть мне есть чем заняться. У меня ребенок, у меня сейчас утренник на носу, ну, как бы дела есть, вот. Но шансы, да, с кем-то встретиться, я себе уменьшила, как я сказала, когда стала работать вообще дома, на дому сама, на себя. Вот, я в пассивном поиске. И, исходя из этого пассивного поиска, я думаю, блин, ну, надо же вообще хоть куда-то выбираться, там, ну, не все же дома сидеть. Так вообще с ума сойти. Я человек, я люблю дома посидеть, поваляться, там, кино посмотреть, сериал, там, в YouTube-чек психологов моих любимых посмотреть. Кстати, напишите, пожалуйста, комментарий внизу под этим видео, хотите ли вы такую рубрику на моем YouTube-канале? Мое мнение о психологе, там, таком-то таком, о Веронике Степановой, мое мнение о Марке Бартоне, мое мнение о, там, Инессе Литвиненко, мое мнение о, кто у нас там еще психологи, о Сатье Дас? Хотите такую рубрику на моем YouTube-канале, чтобы я, ну, обозревала психологов, всея русского YouTube-а? Напишите, если вам нравится такая идея. Так вот, и что? Ну, и, короче, я решила, и я решила выбираться раз в неделю, там, хотя бы, или раз в венде, или выбираться куда-то, вот, в ресторан, в караоке, развлечь себя. Ну, я думала, ну, не все же дома сидеть в четырех стенах, а я-то человек как бы социальный, мне хочется движухи, общения какого-то, социума. Значит, будем выходить гулять, да, будем выходить гулять. Вот, и, собственно говоря, сегодняшнее видео я затеяла с той мыслью, чтобы рассказать вам, как мы недавно погуляли, как мы недавно сходили в ресторан. Там живая музыка, там был концерт, вот, до этого мы были в караоке-баре в другом. В общем, что из этого всего вытекало, да, что из этого всего получилось, мое мнение о знакомствах вживую? Вот мне мужчины говорят, часто пишут в комментариях, что ты сидишь на этих сайтах знакомств, там все только ищут разово на одну ночь, там все только потрахаться ищут на один раз. Да, да, хорошо, все это понятно. А где ищут не потрахаться? Ответьте мне на такой вопрос. Вот где ищут не потрахаться на одну ночь? Вот расскажите мне, где такое находится, какое-то заведение, может, где-то здание какое-то есть, вот, там висит вывеска на нем. Здесь знакомиться не для потрахаться на одну ночь. Вот какие-то вот идиотские комментарии, не пишите мне, пожалуйста, где знакомиться не потрахаться. Какие-то, да, даже, да, даже вот и сайты для знакомства, для серьезных отношений, если создадут такие сайты, там все равно будут сидеть люди, мужчину, для которых первоначальная цель – это потрахаться. Потому что, как ни крути, любые серьезные отношения начинаются с несерьезных, с потрахаться. Потому что, ну, мы, взрослые женщины, 30+, мы уже как бы, ну, не в садике, мы встречаемся не за ручки ходить, держаться, да, нам не по 15, по 18 лет, чтобы за ручки полгода ходить, держаться, а потом первый раз только поцеловаться. Мы уже все взрослые люди, все все понимают, что взрослые отношения начинаются с секса, и это нормально. Вот, поэтому это понятно, это понятно, все равно все ищут секс, особенно мужчины. Но вот я вам что хочу сказать. И вот мне пишут в комментариях, на сайтах знакомств ищут только потрахаться, в клубах, в ресторанах, в барах ищут только потрахаться, там-то, там-то ищут только… Вот по факту, да, те знакомства, которые основаны на каком-то пикапе, да, вот, то есть все прекрасно подразумевают то, что вот приходят в ресторан, в бар, в клуб одинокие люди, ну, свободные люди, я не люблю слово «одинокие». Приходят они туда для чего? Чтобы мальчики присмотрелись к девочкам, девочки присмотрелись к мальчикам и познакомились, а там, может быть, бы, это самое… Притерлись, пообщались, там пару стфразовый перекинулись, а потом поехали ко мне или к тебе, да. Ну, тоже это все разовые знакомства, это все одноразовое, это все как… это все пикап. Это все пикап разовый на одну-две ночи. Здесь, в клубах, в барах, в ресторанах и на сайтах знакомств, наверное, все-таки не тоже, не завяжется никаких длительных, серьезных отношений, потому что это все основа… всему этому основа пикап. Вот, ну, я как бы, как вам сказать, я хожу в бары, в рестораны, в клубы, даже не с той целью, чтобы познакомиться для того, чтобы выйти замуж. Это понятное дело, что это как бы провальная идея, да. Я хожу просто повеселиться, развлечься на людей, посмотреть, себя показать и… А мало ли, а вдруг наряды выгулить в том числе, да. Вот, ну, из всех тех моих походов, когда я куда-либо ходила, естественно… Естественно, ну, там кто-то просил номер телефона, кто-то подкатывал, естественно, кто-то еще что-то, кто-то там за стол нам заплатил, кто-то там коктейльчиком угостил, кто-то там номер телефона попросил. Все это было. Ну, а какой из этого труп? Нулевой. Выхлопа никакого. С кем-то завязались отношения, с кем-то… Я вам больше скажу. С сайтов знакомств и то у меня какие-никакие корявенькие отношения умудрялись завязываться недельки на две. Все отношения, которые мои вот были после развода с бывшим мужем, они были вот ровно две недели. Я не знаю, почему такая цифра. Почему именно две недели? Вот. Даже с сайтов знакомств мне удавалось построить хоть какие-то продолжительные двухнедельные отношения. А с ресторанов, с баров вообще, ну, ну, какие-то… Ну, один вечер посидели, посмеялись, поулыбались, все, и на следующий день забыли, как звали. Вот. Поэтому какой я делаю вывод? А, я вам хотела рассказать историю, как мы познакомились в последний раз. Сидели мы, значит, кушали шашлык, пили коктейльчики, танцевали, все было прекрасно. И к нам подошли два мужчины такой кавказской внешности. Они очень были похожи на армян, но они не армяне. Один из них прям говорил чисто по-русски, вообще без акцента. Он, видно, здесь родился и вырос. Но внешность такая у него, восточная. Чисто без акцента говорил, молодой, 28 лет. Второй был его друг, второму было 40 лет. Вот. Второй говорил слегка-слегка таким легким акцентиком, который постарше был. Вот. Ну, в общем, мы посидели, пообщались. Они к нам подсели за наш столик. И когда нам принесли счет, ну, моя подруга наивно полагала, что они нам покроют этот счет. А я говорю ей, ну, такого уже не бывает. Это было, вот, может быть, 2010-й, 2015-й года, может быть, тогда это было, там, 2016-й, 2017-й, может быть. Сейчас время меняется. Я, допустим, вижу, как меняется время. Вы видите, как оно меняется? Сейчас время меняется. И мужчины сейчас, и женщины на это повлияли, и мужчины на это повлияли. То есть то, что женщины стали более независимые, там, и денежку сами зарабатывают, и детей сами поднимают, и там, ипотеки сами выплачивают, и такие все умнички, и бизнесвумен, ну, и карьеры построили. Ну, то есть женщины стали самостоятельными, и они сами все себе могут купить, сами все себе могут позволить, и сами себе счет в ресторане оплатить. И мужчины-то видят, мужчинам очень выгодно в эту струю. Ой, класс, я хоть деньги сэкономлю. И то есть это массово-массово-массово, да, распространяется. И то есть сейчас уже нету такого, чтобы прям за стол тебе заплатили. Это сейчас нету такого. Максимум там коктейльчиком угостят. Вот. Ну и сидят они, значит, а нам принесли счет. А счет принесли немаленький. Немаленький принесли счет. Я не буду называть сумму, но они от этой суммы охерели. И они даже не стали скрывать этого. Ну, то есть могли бы хотя бы, чтобы не позориться, там, ну, нормально, ну, там, промолчать. А они начали глаза выпучивать, ахать-охать. Они говорят, о, нифига себе, а что вы тут такого наели, напили, на такую-то, такую-то сумму. А я говорю, слушай, а ну, мы всегда так гуляем, ну, в целом-то. Ну, на двоих нормально. Она в целом счет так шокирующий выглядит. А на двоих нормально, ну, там, вот так. Вот они такие, о, что ж вы там наели, напили. Ну, то есть это выглядело как-то вообще убого. Мало того, что они, ну, не предложили там покрыть счет. Хотя, ну, я даже и не претендую, не обязан. Это наше, мы наели, мы напили, вы нам ничего не должны. Ну, я не претендую, но если вы претендуете на продолжение общения с девушками, да, ну, то есть, точнее, тогда и не удивляетесь, что эти девушки с вами не захотят продолжить общение, не захотят продолжить знакомство, и, то есть, сами себе заплатили, сами себе хозяйки, сами себе независимые, сами развернулись и ушли, и все. Никто никому ничего не должен, вот, поэтому без обид, без обид. В общем-то, и они начали выпучивать глаза. Ой, что вы тут наели, ой, что вы тут напили? Мне как-то неловко стало, что я еще как будто должна завиновать или меня, и отчитали, что я за свои же деньги тут посмела что-то наесть, напить, на такую сумму, говорю, мы всегда так были, а мы очень обеспеченные женщины. Ну, я так пошутила, конечно, это как бы не совсем так. Ну, ладно. В общем, они, это вообще меня, конечно, поразило. Вместо того, чтобы помочь девушке, может, вам там помочь, ну, хотя бы там тысячи две добавить. Нет, они еще и высмеяли нас за винователем, что мы много нажрали и наели. Ой, трындец. Ну, ладно. Короче, заканчивается у нас с ними вечер. То есть уже там все разошлись. Был очень полупустой ресторан, как-то изначально было мало народу, вот. И как-то, ну, как-то уже вечер подходит к концу. И мы пошли на курилку. Там было тихо, музыка так не долбила, как в общем зале. И мы там смогли нормально, уже с ними более слышно пообщаться. И, значит, общаемся мы с ними. И тот парень, который помоложе, оказывается вообще полным каким-то абьюзером. Он с этим своим старшим другом начинает они спорить. Ну, спорили они так в юморном ключе, без агрессии, с шуточками, с перебоупочками. Ну, то есть мы от них агрессии не чувствовали в целом. И молодой парень начинает говорить, да вот, да я, да я, да вот мне бывшая мозг выносила. Да вот, да, да, я ей изменял. Так же что теперь? Разводиться, что ли, из-за этого? Ну и сама теперь виновата. Я вообще обалдела. Ну, то есть я пыталась ему там хоть что-то вставить, но он мне и слова не дал вставить. Он стоит, орёт, сокрушается. Этот друг его старший, который 40 лет, он пытался его вразумить. Он ещё говорил, ты не прав, там, семью надо беречь, ты сам виноват, ты дурак. Ты типа, ну, семью надо сохранить, жену свою надо беречь. Ребёнка своего надо беречь и хранить свой очаг, и тогда всё будет хорошо. А ты начал распыляться. Он такой, да, да, я альфа-самец. А, он говорит, ты просто молодой альфа-самец, ты думаешь, что, типа, ты крутой. А я говорю, нет, не это называется альфа-самец. Не тот блядун, который осеменяет сотни самок и считает, что он крутой альфа-самец. Не то, это не альфа-самец, это альфа-дно. Альфа-самец – это настоящий царь. Вот в моём понимании альфа-самец – это настоящий мужик, который действительно возьмёт ответственность за свою жену, за своих детей, за который будет верен ей, который всё сделает ради своей семьи, который и обеспечит, и детям лучшее обучение, лучшее образование, лучшее воспитание, который будет жене своей опорой. И вот прям вот, ну не то, что патриарх, да, можно даже сказать, патриархальный мужчина, допустим. И вот если такой мужчина попадётся, который будет вот таким, и он при всём при этом будет верным, да я сама готова буду такому мужчине, одеть корону и сказать, да, милый, как скажешь. Но таких же нет, это какой-то выдуманный образ в моей фантазии. Альфа-самцы, которых пруд пруди сейчас везде, не выдуманные образы, а реально существующие, это вот такой бледующий, такой гуляющий, у него жена, у него беременная, я только родила с грудничком, а ему, ой, мне внимания мало, она мне мозг выносила, я там психанул, пошёл изменять. Да, изменил, и что теперь, разводился, что ли? Я это просто слушала, я в шоке была. Ну, какие-то товарищи, конечно. А, потом они сигареты начали стрелять. Опять знакомая история. Штук пять стрельнули, и это самое, моя подруга говорит, типа, ну, потом, типа, купите. А они такие, да, 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 мы купим пачку, мы потом купим. Мы выходим из ресторана, вот, это самое, и он достаёт у себя с куртки пачку сигарет. А я говорю, так у тебя же были сигареты, а что ты у нас стрелял? А он такой, ай, ну, у меня в куртке, в раздевалке, в кармане, веселья там с собой не было. Я говорю, а, и тот друг, который молодой, который типа альфа-самец, говорит ему, ну, купи ей сигареты, ты же обещал. А он такой, пошли куплю. И ведёт меня куда-то там через дорогу, какой-то ларёк, три часа ночи, какой ларёк? А он говорит, куда ты ведёшь? Какой ларёк, ничего нигде не работает. Он такой, ну, вон, работает. Он говорит, дай ей денег. Каких денег? А по нём прям видно было, что он так хотел. сэкономить эти 50 рублей. Ну, допустим, пачка сигарет стоит 150 рублей, да? А у него не было 150, у него было 200. И он так не хотел давать мне эти 200 рублей, ему бы проще было бы купить мне пачку там за 139, за 140 рублей. Вот. Но лишь бы не отдать мне 200 рублей. Вот это вот такое жлобство. Ну-ка, короче. Ужасно всё это, девочки, мальчики. Ужасно. Если что, я против курения, курить вредно. Я, так скажем, когда выбираюсь в рестораны, в бары, в заведения, позволяю себе иногда обаловаться. Ну, в общем, я вам говорю о том, что вот такие вот мужчины, мало того, итог подведём, мало того, что они, там, как говорила моя подруга, они нам счёт закроют, они нам счёт закроют. Что мы слишком намного нажрали, наели, напили. Помимо этого ещё стреляли сигареты. И когда пришло время, как они обещали, купить пачку, они эту пачку не купили, отдали деньгами. И то от сердца отрывали эти 200 рублей. Так жалко было, это было так видно. Кричали, что они альфа-самцы, что они изменяют, и что это нормально. Нет, ну, второй мужик, конечно, его, как бы, противоспоставлялся его мнению. Но всё равно. То есть общее впечатление очень грустное. А, и ещё один момент. Разговаривал он исключительно не с моими глазами, а с моим декольте. Вот туда смотрел. Вот туда вот так смотрел. Это тоже, знаете, чувствуешь себя каким-то мясом. Мясом чувствуешь себя. Нет, ну, я, конечно, понимаю, я прекрасна. И мало кто может передо мной устоять. Да. Вот такая вот была история, ребятки. Я надеюсь, вам понравился такой разговорный жанр. Рассуждения, мысли, анализ. Ставьте свои лайки, если вам понравилось. Вот, и итог ещё один, что подвести. Ну, то есть... Если вы хотите действительно познакомиться с мужчиной для серьёзных отношений и для создания семьи, ни кабаки, ни сайты знакомств для этого дела не подходят. Это должно быть какое-то место, где вы общаетесь без романтического подтекста длительное время. То место, которое будет объединять вас общим делом. То место, где вы на протяжении длительного времени будете как-то контактировать, объединённые общим делом. Например, работа. Например, танцы парные какие-то, сальса, бачата. У меня есть знакомые, которые познакомились на таких танцах. Например, я не знаю... Ну, спортзал. Ну, я ходила в спортзал. У меня там ничего не получилось. Тоже можно с одними и теми же там познакомиться, примелькаться и как-то на протяжении длительного времени, начиная на дружеской ноте общаться. И ты как бы выстраиваешь длительное общение с человеком на дружеской ноте. То есть ты не сразу, вот как с сайтов знакомств, ты идёшь, и вы оба подразумеваете романтический подтекст. И уже как будто друг другу, как будто что-то обязаны. То есть вы ещё не подружились, вы ещё духовно и характерами не срослись, но вы уже переходите на какой-то романтический подтекст, а это уже у вас в постель, как будто в романтический постельный туда направление, уклон туда вас двигает. Поэтому ничего не получается. Дальше одной-двух встреч и не заходит, и грустно всё. Надо выстраивать длительный эмоциональный контакт, дружеский. А его можно выстроить только вот при каком-то совместном общем деле. На работе, на курсах на каких-то, в автошколе. Где вот вы ходите там, допустим, долгое время, там несколько раз в неделю, там, в автошколу. Сегодня поучилась в автошколе, там, пообщалась с Серёжей, с Ваней, с Денисом. Завтра, послезавтра. И так вот ходишь на протяжении полугода в автошколу, учишься, познакомилась, всё, уже примелькалась кому-то, он тебе примелькался, вы подружились, вы уже общаетесь. А дальше уже зарождается влюблённость. А дальше вы можете семью построить. То есть без длительного какого-то общения, когда люди друг друга узнают и постепенно сдруживаются, а потом друг в другу влюбляются, не будет, семьи не построится. То есть если вы сразу идёте на сайт знакомств, встретились такие, бах, он для вас незнакомый человек, вы для него незнакомы. Из переписки у вас только было, привет, как дела? Ты в каком районе живёшь? Я живу в Советском. А ты в каком? А я в Фокинском. Что делаешь вечером? А ничего, и я ничего. Давай встретимся, давай, всё. И вот на такой вот сухой, ни в чём не раскрывающейся переписке, после такой переписки вы встретились, вы будете друг другу интересны? Нет. Ну, может быть, там вы встретитесь, там при реальном общении завяжется какой-то контакт между вами. И этот контакт сразу к чему подразумевает? Что, ну, а зачем вы встретились? А для постели. Вы же не встретились, чтобы дружить длительное время, ходить, да, общаться? Нет. Вы встретились уже как, что подразумевается, что сейчас одно свидание, второе. Ну, ладно, чисто для приличия выдержим три свидания. Сходили на три свидания, на третьем свидании всё, постель. Легли вы на третьем свидании в постель, предварительно у вас не выстроено был эмоциональный контакт, дружба, ментальная какая-то связь, увлечённость друг другом. Вы легли в постель, у вас всё это обесценилось, интерес пропал, и как-то и ни к чему не привело, и ты себя чувствуешь использованной, ничего не получилось. Он там чувствует себя каким-то разочарованным, потому что он эти три свидания эту девушку там сводил в ресторан, денег вбухал, а после секса оказалось, что там у неё не поперёк, а вдоль, как у всех, да, и ничего особенного, и как бы, и он разочаровался, и она чувствует, и всё, и все недовольны, и все несчастны. И вот продолжается вот этот вот бесконечный поиск, с одним так, со вторым, с третьим, с пятым, с десятым, и в итоге ты просто с убитой самооценкой, полностью разочарованная, полностью потерявшая веру, надежду, что когда-нибудь кто-нибудь вот с кем-то вот хоть что-то получится, и вот каждый раз не получается, не получается, не получается, и каждый раз ты сталкиваешься и сталкиваешься вот с этим вот разочарованием, да как тут не скатиться в какую-то хандру, депрессию, и думаешь, блин, ну что со мной не так, ну почему мне так не везёт? Потому что не так ищите девочки, и я не так искала. Это только вот относительно недавно ко мне пришёл этот инсайт. Я давно знала, что нужно выстроить какую-то эмоциональную длительную связь, но думала, а как её выстроить? Что, ходить с одним и тем же мужчиной, общаться, дружить там в кафе, в парк, ещё куда-то, ещё куда-то там на выставку, что-то, просто общаться, дружить. А какой парень на это согласится? Он скажет, что это, давай быстрее вот это вот, мне так неинтересно. А получит он быстрее вот это, и ты получишь, вы оба разочаруете. Не, ну, конечно, могут между вами завязаться какие-то отношения, но надолго ли, надолго ли своего человека, чтобы его найти, это надо... Ну, это как бы, я считаю, это счастье свыше великое, это просто удача, фортуна. Конечно, если вам Бог подарит такой подарок, встретить свою истинную любовь, не знаю, может, я говорю какие-то наивные вещи, но я не знаю, то тогда вас Бог одарил, да? А если нет, то бегать по этим свиданкам с этими чужими людьми, которые не ваши, это не ваши люди. Сегодня Вася не ваш, завтра Ваня не ваш, послезавтра Саша не ваш, послезавтра Женя не ваш, и уходите, ходите, ходите, и с каждым из них вы в надежде, что а вдруг этот мой, а вдруг этот мой, а вдруг этот мой. И каждый раз это не твой, не твой, не твой. И каждый раз тебе все хуже, хуже, а тем более, если ты эмпат. Тебе все хуже, хуже и хуже, и ты такая... Да нахрен, но надо все. Поэтому, девочки, не зацикливайтесь прежде всего. Но самое главное, самый главный итог этого видео, вот какой, не зацикливаемся и живем свою яркую, насыщенную жизнь, вне зависимости от того, есть ли у вас парень, муж, семья, дети. Развлекаем сами себя, пытаемся, стараемся сделать счастливыми сами себя. Потому что если вы сами по себе несчастны, мужчина вас тоже не сделает. Счастливой. Вы можете только сами по себе быть счастливы, и вы сможете свое счастье разделить с другим человеком. А если вы одна несчастная, то вам нечем будет поделиться. Вот такое вот было философское видео рассуждение. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если не понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Очень жду от вас обратной связи. Также у меня есть Рутуб канал. Обязательно подписывайтесь на мой Рутуб канал. Ссылку оставлю в описании к этому видео. А также у меня есть Телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Еще у моей мамы есть канал по живописи, где она выкладывает свои работы. Ссылку также оставлю в описании к этому видео. Все картины, все работы моей мамы можно приобрести. И также, что я вам еще хочу сказать. На этот канал, естественно, подписывайтесь обязательно, кто смотрит до сих пор, не подписавшись. А также вы можете поддержать мой YouTube-канал рублем. Ссылка на мою карту также в описании этого канала. Большое спасибо, огромное спасибо моим донатерам и всем зрителям. Хочу сказать, что этот контент вы смотрите благодаря моим донатерам. Ну и, конечно же, всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok